Блядь, после патча я просто сижу, у меня уже глаза, блядь, просто на выкате, я, блядь, над Чейзом смеялся, как у него там из Депортива, и просто думал, что он сумасшедший, все, играет какими-то уебищными тактиками своими, да хуй там, какая разница, я играл и своей, блядь, и чужой, нахуй, и еще одну свою сделал, потом опять, блядь, поставил те, которые, блядь, в лидерах по тестам, один хуй вообще, то есть от тебя ничего не зависит в натуре. Да, друзья, тяжело с этим не согласиться, а еще тяжелее не сойти с ума, играя в ФМ, но в принципе, если ты играешь в ФМ ради удовольствия, за какую-нибудь свою любимую сильную команду, вот, например, раньше я постоянно из ФМа в ФМ играл карьеры за ЦСКА, и в принципе, каких-то претензий больших у меня к игре прямо уж так не было, там, постоянные чемпионства, трофеи, все было здорово, но если играть так, как я играю сейчас, короче, всю прошлую серию я ныл, эту серию обещаю, что вот просто ни словечко не скажу в стиле нытья, вот сейчас буквально полминутки нытья, и все, рот на замок, только позитивный настрой. Друзья, короче, смотрите, последние три матча, не учитывая матч с Эксеттером, это просто какая-то жесть, каждый матч одно и то же, у нас по 20-25 ударов, преимущество по XG в 3, в 4 раза больше, вот здесь, смотрите, вот здесь, но результат абсолютно разный, то есть, ты можешь проиграть донной команде, можешь разгромить, а можешь и в ничью сыграть с командой с последнего места, просто, вот говорят, если твоя команда хорошо играет, то, типа, по итогам будет хороший результат. Что-то как-то, что-то как-то, все, вот теперь, друзья, все, закрывается нытье, только позитив, и из позитивного, друзья, у нас таки появился вратарь, после очень долгих переговоров, Бен Хаммер за 1800 долларов к нам перешел, и совсем другой результат, вы просто посмотрите, 8 матчей, 5 сухарей. У Бена Алнвика, наверное, за карьеру столько сухарей нету, я его в дубль скинул, чтобы больше вообще никогда его и не видеть. Друзья, сегодня мы сыграем матчи с Транмери, Гринсби, с братьями из Гринсби, Хартлбул и Карлайсел, мы идем на 11, на 11, чуть плохо не стало, это мы в том году были на 11, в этом мы идем на 5, если выиграем, вообще будем вторые. В общем, все, в принципе, неплохо, команда улучшилась, и результаты улучшились, в общем, приятного просмотра, друзья, лайки, комментарии, подписки, колокольчики, сегодня только позитив. Предлагаю вашему вниманию канал Жубер 9, здесь и FIFA, и FM, и эксперименты, и пакцы, а вишенка на этом торте, само собой, карьера, и если заинтересовало, то по ссылке в описании смотрим, подписываемся и говорим, что пришли от меня. Угу, кыся, попалась, попалась, кыся, балуешься на подоконнике, кусаешься, ну, типичная кыся. Друзья, но сначала по новичкам, вот вам статистика, поставлю на паузу, кому интересно, можете изучить. Кстати, я, кроме вратаря Бена Хаммера, подписал еще и такого довольно приличного правого защитника, Мозеса Дубая. Было дело, я играл карьерку за Хал Сити в 16-м FM, и он там был весьма и весьма. Что касается Тома Кэрролла, которого я очень хвалил в прошлой серии, 6 голевых кажется как будто бы очень даже неплохо, но на самом деле из этих 6 голевых, 4 были вот в одном матче, в котором мы победили 5-0 Кембридж. Разгромили бедных студентов. Поэтому получается в остальных 15 матчах всего 2 голевых, что уже не так-то и впечатляет. Так, по мелочи я еще одного взял вратаря, Карл Якоб Хейн, а если вдруг меня смотрят ребята из Эстонии, всем привет, у вас весьма неплохой вратарь, по меркам эстонского футбола, конечно же. Вот к такой схеме я перешел, отец вновь отбил место в нападении, вновь забивает больше всех, Тель, конечно, хорош, но не настолько. Само собой то, что наш соперник с 23-го места, это вообще ничего не означает, случится может всякое. Вот первый удар был за каком-то ранвере, правда не очень опасный, в общем, все, игра началась. Момент. Друзья, насладимся. Ричи Смолут на Морриса, неплохо. Кэсси опять на подоконник залезла и шумит там, и шумит, и шумит. Пантисель в центр, Карл головой хорошо. Вот то, что я его критиковал, это как бы не значит, что я говорю, что это плохое. Мы все, одна команда, вместе ходим в баню, в паб, и даже спим вместе иногда перед матчами, чтобы настроиться. Вот, хороший гол забивает Джош Моррис. Только я хотел сказать, что хоть я и играю с ЦАПом, хоть я и понимаю, что ЦАПы в ФМ не особо действенная позиция, но смотрите-ка, смотрите-ка, вот он забивает. Ну, вратарь, конечно, вот сыграл в стиле Бена Алнвика, просто, просто что это, какая-то сейф в стиле Я Медуза, что это такое, какой-то, не знаю, танец пьяного кальмара. Ну, первый тайм полностью за нами. Вот, чем мне не нравится Солфорд, то, что тем, что хоть и побеждают, иногда, но эти победы какие-то все... Вот, вот таких побед маловато, чтобы прям вот на классе, чтобы прям вот жестко, 2-0, 3-0, 5-0, таких очень мало, потому что если и побеждаем, то это 1-0, это сквозь кучу потерянных нервных клеток, короче, ну, очень тяжело, поверьте мне. Ну, вот сейчас, если мы пропустим, опять начнется трясучка. В центр на Кирби, Пантисель, Весбрук, Кирби, такая была раньше игра на Денде про живое яйцо, по-моему. К чему я это, не знаю, вспомнил, молодые годы, еще до-ФМовские, господи. Ну, у компа какой-то Роналдиньо в составе, не знаю, подобную плюшку за спину закидывал Роналдиньо Симену 20 лет назад. Ну, один удар, створ, один гол. Похвалил я Банна Хаммера, и он пустил бабочку. Ну, а сегодня без нытья, друзья, бывает, бывает, что даже лучшие вратари, че уж там, даже Игорь Акинфеев порой ошибается. Че уж там, даже ваш покорный слуга, я однажды, помню, пропустил, ну, на школьном стадионе с центра, даже с центра, от ворот до ворот, по-моему, чувак пальнул, я успел только руки поднять, вот так вот, вот так вот, атакуем, неудачный пас, бывает, бывает, что такого? Ну, что, второй удар, второй гол, или на что намекает игра Дэвис? На Дэвиса, интересно, это как в индийском фильме, братья нашли друг друга Тель на Щепарда, Щепард по флангу, и нужно простреливать, навешивать, или простреливать, или навешивать. Отец! А нет, Тель, извините, Тель. Блин, Ричер Смолл, вот просто каждый матч агрессивен, он начинает меня реально пугать. Редмонда выпускаем на поле, у меня фен есть от Редмонда. Вы спросите, зачем мне фен? А я вам не отвечу. Нифига там заруба между Олдхомом и Портвейлом 5-4. Второе место, как бы, звучит очень здорово после прошлого сезона. Кстати, на первом месте вообще Стивен Эйдж, который в том году был, типа, 16-й или 15-й, то есть вообще команда абсолютно посредственная, еще хуже, чем мы, но в этом сезоне трансферов они великолепных не делали. Состав там полный кал, но они первые, ну да и ладно. Кстати, из интересного, забыл сказать, у нас сейчас, типа, как бы, бан по финансовому ферплею в клубе, потому что на 500 долларов мы превышаем зарплатный фонд. На 500 долларов просто! Ну я ничего не мог с этим поделать, реально. Я пытался слить всяких там родвилов, всяких там этих вратарей запасных и так далее. Никому они не нужны. Я даже пытался их за ноль продать, при этом компенсируя ползарплаты. Никому не нужны вообще. То есть, а Дубая нам был нужен, вратарь нам был нужен. Поэтому, ну, безвыходные ситуации. Я не знаю, что с нами будет. Трансферы запретят или очки снимут. Будет смешно, если мы там наберем какое-то количество очков, там, нужное для выхода, и с нас снимут, там, пять очков, и мы сходимся куда-нибудь сюда. Я такой скажу, ну, окей, будет смешно. Но не мне. Еще из интересного, к нам из третьего дивизиона скатился Болтон. Вы спросите, а где же он тогда? Ну, смотрите. Все очень плохо. А ведь совсем недавно команда играла в полуфинале ЛЧ против Барселоны. Помните те матчи невероятные, эмоциональные? У нас матч с Гримсби. Признаюсь честно, мне нравятся фильмы Саши, Барона, Коана. И причем даже до Барата я смотрел Али Джи. И очень сильно смеялся, будучи школьником класса шестого. Да, были времена, когда по ТНТ показывали что-то годное. А вот штрафной бьет Эванс. И, ну, видите, друзья, я настроен позитивно, и теперь штанги и перекладины не только, так сказать, против меня, но и за меня. Все, отныне только позитив. Добро пожаловать на канал Добра и Позитива Антона Чайзимова. Так, тем временем Лэй по флангу. Две семерки сошлись, подача. Мак Гиннес берет вверх. И Тель, у него великолепная скорость, скиллы все есть. Пасуй на отца, брат, пасуй на отца, брат, отец. У нас такой семейный клуб, понимаете? Прям вот я как дед. Я такой, ну, порой сварливый, порой несносный, но в целом, в целом, мудрый дед, который говорит, постараться. А в команде есть отец, брат. Кто плохо играет после матчей, нарекается сестрой. Я говорил, что таблица плотная. Вот если мы сейчас всрем, то... Плакал наше второе место. Эванс. Вот, вратарь, вратарь, вы посмотрите, вратарь в команде появился. Я не верю глазам, вратарь. Отвратный первый тайм, придется орать. Ну, на кого из вас в жизни не орал дед? Признаетесь. Я помню, был случай, был случай, когда еще вот эти, 2007 год, все занимались паркуром, и вот мы с чуваком прыгаем по гаражам. Прыг-скок, прыг-скок. Причем гаражи были такие заброшенные, заброшенные. Никому нахрен не нужные гаражи, просто вонючие, там полусгнившие. Сейчас я бы там не стал бы, конечно же, прыгать, потому что единственный один неточный прыжок, ты провалишься в какую-нибудь дыру, там какие-нибудь гнилые гвозди, но оказалось, что у кого-то деда там был гараж. Не знаю, что он там хранил, не знаю, может быть, останки своей жены. Я не знаю. Короче, я только смотрю на него, он идет, и он, сука, кидает мне стеклянную бутылку. Я говорю, охренеть, я просто так в матрицу уворачиваюсь и убегаем в рассыпную. Я бегу до дома, и только дома вижу, что у меня, короче, кусок уха порезан. Охренеть, просто, просто, мать, говорит, что у тебя кровь на ухе, на ухе течет. Я говорю, о боже, короче, короче, жесть жестяная. Давайте выпустим Щепарда, и давайте, блин, я даже не знаю, рискут ли в два нападающих перестроиться, потому что что-то совсем говняный футбол демонстрируем мы впереди. Давайте, наверное, сделаем вот так, и, наверное, вот так. Ну, может быть, сейчас мои замены сработают. Макалёна, удар, гол! Ну, на самом деле, тоже здесь нет вара даже хорошо, потому что сейчас бы мы лишних 15 секунд смотрели бы, как судья рассматривает вар, потому что это бесит. Была бы кнопочка «Пропустить вар», как было бы здорово, просто эти бесконечные вары. Ну, ничего, до Пейл доберемся, там вспомню я, что такое вар. Ну, а здесь унылая ничья. Вау, вы просто посмотрите, походу, мой позитивный настрой сегодня даже на команду распространяется, потому что почти все, кто играет рядышком, подружились, разве что Тель с Шепардом пока что не могут закинтиться. Может быть, с Адубаио как-то больше общего у этих ребят, если вы понимаете, о чём я. Короче, играем с Хартлпулом, или Хартлпулом, или Хартлпул... Просто, по-моему, есть клуб Хартлпул, а это Хартлпул. Это одно и то же, или нет, я сейчас, скажем, не знаю, в этой Британии столько футбольных команд. Просто ни в сказке сказать, ни пером посчитать. Короче, на эмблеме штурвал. Надеюсь, не голландский. Вновь оборона играет просто шикарно. Я не знаю, кто им нужен там, чтобы играть хорошо. Угловой, может быть, там наш МакГиннес. Но и здесь, знаете ли, перекладина и туда, и туда. Сегодня Шепард, Шепард, подача. Британский футбол, друзья, привыкайте к подачам бесконечным. Второй подряд матч мы блевотный проводим. Но, может быть, сейчас собьют Синклера. Нет, может, он что-нибудь придумает. Это неплохо играет Синклер. Судья говорит, парни, расслабьтесь, все красиво, все чисто. Не очень мне, конечно, нравится быть лицемером, но в ФМ приходится. Вот сейчас я в перерыве сказал команде, что играем отлично, чтобы мотивация прошла. Конечно, ничего отличного я в первом тайме не увидел, кроме, собственно, гола. Все остальные 44 минуты, это были сплошные страдания. Шепард, подает Алена. Не попал, бывает. Я сегодня на позитиве, я сегодня ни слова не скажу плохого. Защитник провалился, бывает, и еще раз все провалились. Но штанга, друзья, знаете ли, как говорится, вселенная все видит. Вновь подача, хорошо Магину скинул на Макалену, очень красиво. Но судья говорит в этот раз, что нет, чуваки, у меня кривая рука, сорян. В отличие от прошлой встречи, этот матч довольно веселый. Хотя бы Макалена на Смолвуда. Он, кстати, кэп команды, отец перекладин. Нет, я не ною, я смеюсь, знаете, игра дарит мне веселье и позитив. Кэрол, кстати, вот вы, может, даже сегодня ни разу его фамилию не слышали. Тель забивает. У нас вторая травма. Синклер по травме ушел, и Шепард тоже. Ну, видимо, газон в Хартлпуле полное говно, кочки, болото, дыры. Валяются обломки гвоздей и досок. Неплохо через фланг идем. Турай, ну, че ждем? Смолвуд ждем, ждем, подаем. 3-0. 3-0, чуваки. Побеждаем. Здесь я уже могу смело команду похвалить. И на самом деле в обороне все было не так здорово. Второе место. Мы все еще там. Стивен Эйч все еще далеко. О, у нас тут полкоманды устала. Это вся линия обороны, кроме Турая. Синклер. Ну, Синклер-то старичок. Я все понимаю. Все там. Дедушка уже песочком сыпет, хоть и улыбается. И, как говорится, там делает вид. Как там? И все чаще тревожит отец. Говорят, что еще и здоров. Для меня дороже сердец, чем сердца этих стариков. Но ты-то куда? Молодой, выносливый. Ты-то куда устал? Я не пойму. Короче, придется составчик поротировать. Но как? Родвилла поставить в оборону я не хочу. Мельбурна с ростом 1,68 м. Хотя говорят, что в ФМ не сильно решает рост. Но у него и высота прыжка, а десяточка. Можно поставить Родвилла. Но не хотелось бы, если честно. Но это реально прям... Вот, блин, Смолвуд как бы может, но прям очень плохо на этой... Хотя... Ай, ладно. Идем на риск, пацаны. Идем на риск. Сделаем Смолвуда центральным защитником в этой встрече. Это очень опасно. И нужно еще заменить Синклера кем-то. Наверное, этим кем-то будет Макален или Редмонд. Давайте Макалену как-то по сыгранию в этом коллективе. Видите, уже есть Ленка. И последний штрешок. А, нет, еще и Шепард устал-то. Что, издеваетесь, что ли, надо мной? Мой последний штрешок это заменить кого-то в центре. Поставим Шунагоса. Вот такой вот составчик я набрал. Ну что ж, этот, понимаете ли, такой раненый медведь получается. Вообще, ФМ, как мне кажется, наглядно демонстрирует то, что вратарь это полкоманды. Потому что последние полсезона и начало этого сезона мы вообще без вратаря играли. И результаты были соответствующие. Только появился Бенхаммер, как-то совсем все по-другому пошло. Надеюсь, в этом матче я не сглажу нашего стража ворот. Скидки головой в ФМ это, конечно, отдельный вид искусства. Миллер на Мелеша. Выше ворот. Шонгос на штрафном подает. И отец бьет тоже выше ворот. Ох, не хватало нам травм. Еще и Кэрола вырубили, походу, с локтя. А кого выпускать-то? Есть только Итан Робсон. Ну, давайте, наверное, сделаем так. Потому что гос как-то, мне кажется, поострее. Что-то плохие у меня предчувствия с этим матчем связаны. Потому что с полкоманды, можно сказать, отсутствует основной профилактическое кидание бутылок в перерыве. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Ну и Тель, беги, беги, беги. Ты быстрее этого чувака. Причем реально зовут чувак. В разы Тель. 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 Робсон. В центр. Алена, подкручивай. Сработала замена. Пенальти. Если честно, я не знаю, кто сейчас будет бить пенальти. Потому что... Основной пенальти Синклер. У него пенки 17. Но и Моррис справляется 2-0. На удивление спокойные матчи сегодня. Прям как будто затишье перед бурей. Как будто сегодня будет стрим, кстати. Да, и первый же матч, который там будет, это будет 17 штанг, 20 выходов 1 на 1, не забитых. 52 травмы. Ну, а может быть, все будет хорошо, друзья. Поэтому на стрим сегодня приходите. И какой красивый гол мы забиваем. Да ладно, вы такое умеете. Ничего себе. Ну, без привоза, как бы... Солфорд не Солфорд. Хотя, как привоз... Эти скидки головой. Эти скидки головой. Эти выносы. Но, опять-таки, я... Это я так, просто как бы, да. Эти выносы я сегодня не ною. Ну, ни в коем случае. И вот мы... Сколько раз в этом моменте мои футболисты просто отдали мяч сопернику. Раз пять, наверное. Ну, мы пропускаем. Но сейчас я к этому с позитивом отношусь. Да, без ошибок не бывает... Так, стоп. Без ошибок не бывает. Футбола, Кло. Так, я вас понял, друзья мои. Концовочка будет... Я говорю, что затишье перед бурей. Я ждал говна на стриме. Вот оно случилось сейчас. Так, ребята, успокойтесь. Все хорошо будет. Наверное, я не знаю, на самом деле, чего ожидать. За Кло делает счет 2-3. Не особо я верю в затяжку времени. Почему-то, когда я ставлю ее, сразу же мы начинаем пропускать. Пять минут добавляет подлый судья. Так, только не потеряйте мяч. Турай. Что он? Минуту подавал. А, вот и почти потеряли. Турай подает. Это просто жесть, чуваки. Мы таки побеждаем. Ну и заканчиваем мы на втором месте. Собственно, где и начинали. Зато теперь отрыв от зоны ничего. Так сказать, вот то, что ниже седьмого места, это пустошь. Там команда ничего не получает. То есть, там были мы. Теперь, я надеюсь, что мы туда никогда не вернемся. Забиваем. Мы много, кстати, пропускаем. Меньше всех. Вот кто нам был нужен. Вратарь. То есть, по сути, состав наш стал, ну, не сильно уж прям сильнее. Ну, Тель, да. А так в остальном, ну, плюс-минус то же самое. Тот же отец впереди. Кэрол, хоть и хорош по скиллам, играет отвратно. То есть, тот же, мне кажется, Ерема играл намного интереснее. Ну, а сейчас он там в Финляндии тусит, попивает эту водку Лапланди или какая там. Короче, Хаммер, вот кто. Как там был? Как назывался там четвертый Терминатор? Да придет спаситель. Вот он, Бен Хаммер. Вы просто гляньте на него. Как же он хорош. Чувак в футболе почти 20 лет. Респект. Респект ему, друзья. Респект вам, если вы видео до этого момента досмотрели. Ну, а если досмотрели, то поставьте лайк. А сегодня стрим, как обычно, вечерком подрубаюсь каждый день. Жду вас там. Или следующим видосем. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова